Та-дам-та-дам! Продолжаем наше новогоднее утро. И, конечно, очень важно в Новый год быть максимально симпатичным, чтобы, как говорится, задать себе планку на год грядущий. А что украшает человека лучше всего, ну, кроме светлой души, конечно, стильная прическа. Вась, ну от твоей-то прически глаз не отпустить, ты всегда идеален, слава богу. Да. Ну, я открою небольшой секрет. Так эффектно выглядеть мне помогает наш гример нашей телекомпании Зара Исакова. Она сегодня гость в нашей студии. Пришла не одна уже с моделью. Привет, моя мастерица. Доброе утро. Привет, девчонки, Зара. Ну, все мы понимаем, что 31 декабря у многих людей рабочий день, прибегаешь с работы, некогда совершенно заняться собой. Посоветуй, пожалуйста, что можно быстро сделать, чтобы хорошо выглядеть на новогоднем вечере. На самом деле можно сделать много чего, но, конечно, я могу сделать много чего. Посоветуй. Нам простым смертным. Вот таким, как я, допустим. Сейчас мы покажем, что мы сможем сделать. Для этого нам понадобится волосы. Волосы, конечно. Сама хозяйка волос, конечно же. И лак, расческа, пару шпилек, резиночка. То есть ничего особенного. Ничего особенного. Все, что есть дома. Можно заранее до, пока вы бегаете, там готовите, суетитесь, что-то там делаете. Каждая девочка найдет у себя дома. Утром с утра можно там бигудишки накрутить себе и побегать. Так, ну а что мы сделаем с этими чудесными локонами сегодня, а здесь и сейчас? Сейчас мы покажем. Мы, конечно, заранее подкрутили немножечко волосы. Конечно, как будет называться прическа? Она будет называться, ну, наверное, фантазия. Новогодняя фантазия. Мне очень нравится название прически «Надежда». «Надежда». Есть один такое название для прически. Так и значительно. Так, Зар, ну что же, давай приступим уже. Давайте. Буквально это займет совсем немного времени. А мы видим, как опряди отделяются друг от друга. Да. Они могут не завораживать взгляд. Ну, ты-то это на себе чувствуешь каждый день, когда я тебя гримирую. Ну, скажи, Зар, вот пока ты делаешь прическу, такой вопрос. Не задумывалась ли ты вести свой собственный бьюти-блог и помогать всем жителям нашей Кубани быть лучше и красивее? Я задумываюсь, конечно, об этом, и это будет очень скоро. И я буду вести свой блог более того. Бьюти-блог. Вася, нравится сегодня произносить очень много. Да, да, да. Вот. Там, конечно же, будет очень много советов для домохозяек. Как быстро сделать, быстро себе мейкап на скорую руку. Такой, сделать причесочку какую-нибудь, когда куда-то кто-то спешит. Зар, ну скажи, пожалуйста, вот этот год, год обезьяны. Говорят, что очень модны прически в таком стиле, как будто обезьяна по голове похожила. То есть что-то такое небрежное, воздушное. Как ты к этому относишься? Я отношусь к этому очень хорошо, смотря как это сделано, конечно. Если там просто гнездо, то какое-то непонятное. Так, ну, видимо, в каком состоянии обезьяна. Это клавишка. Да. Мы делаем обычный хвостик резиночкой. Наверное, у каждой домохозяйки есть резинка. Вот. Желательно, конечно, своего цвета волос. И путем. Что мы будем делать с этой длинной челкой? Я заинтригована. Что мы... Что бы то ни было, мы с ней сделаем. Сейчас я вам все расскажу. Что тебя, в принципе, сподвигло пойти в мастерицы преображения? Ты считала всех людей некрасивыми в детстве? Я сделаю же вас людей. Катализатором. Нет, мне очень нравилось с детства вот это вот все, причесочки делать. Мне нравилось, когда все такие довольные, счастливые. Даже не то, что... Какая-то прибыль. Для души. Для души, для себя. Когда видишь эмоции людей после того, что ты делаешь, кажется, больше ничего не надо. Ну, мы уже видим, что эмоции проступают. Да-да-да. Алина? Уже, да, прям отчувствуется. Я не вижу, но я чувствую. Я уже тоже вижу. Алина, а что ты чувствуешь? Расскажи, что ты чувствуешь. Я чувствую почерк мастера. Ее руки я ощущаю. За тылком, что так говорится. Так, швилечки. Так, что мы делаем с косой? Мы из нее... Мы из нее выкладываем причесочку. Быстренько, прям. Мне кажется, можно вот так оставить и ходить. По-моему, да. Это называется прическа «Новогодний единорог». Они обычно новогодний, ярко и нарядно. Конечно. Ну, конечно, есть уйма способов разных причесок, которые можно сделать очень быстро. А мне вот очень интересно за этим наблюдать. Да. Что ты, в принципе, и делаешь каждый день. Скажи, а как сделать прическу таким образом, чтобы не привело к такому результату, как у меня? Ты знаешь, поменьше делать таких причесок. Поменьше думай об этом. Ну, и пока ты заканчиваешь вот свою прическу, нам еще осталась челка, мы тебе зададим коротенький блиц. Опрос. Да, наш новогодний блиц. Да, который мы задаем всем нашим сегодняшним гостям. Итак, Зара, почему елка зеленая? Потому что Дед Мороз их заходил. Оливье или сетка под шубой? Оливье. Любимый новогодний фильм? Ирония судьбы или с легким паром? Что попросишь у Деда Мороза? Санок. Что делает холодец? Кормит. Во сколько просыпаешься 1 января? Часов в 11. Вечера? Ну, не совсем. Когда выносишь елку? Ой, наверное, где-то в марте. Чем пахнет Новый год? Мандаринами. Ну и чего ты желаешь себе в Новом году? Я желаю, наверное, себе успехов в работе. Отличное пожелание. Отлично. Так, ну, Зара, поскольку у нас остается совсем немного времени, Зар, покажи, что должно, в принципе, получиться, чтобы уже можно было понять. Чуть-чуть, 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 немножко терпения. Мне кажется, очень... Ну, конечно, для этого нужен лак. Я так, лачок, слегка. Мне кажется, очень важный момент для Нового года, это то, чтобы прическа держалась всю ночь. Да, 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 да. Эти безумные танцы все-таки, конечно... Да. Поэтому желательно делать прическу невидимочками, а не шпильками. Ну, так как мы сейчас делаем это ненадолго, и быстренько мы это делаем шпильками. И быстренько, да. И быстренько, да. Шпильками. Вот. Чик, ну, а якобы, якобы закрепилось... Да. А в процессе там все... Да, представим, что будет так. Итак, модель будет добрая повернуться к нашим телезрителям. Что же получилось? Я поворачиваюсь. Отлично. Совсем другой человек. Ну что, ребята. Вот. Очень просто, быстро, буквально за 4-5 минут мы сделали вот такую отличную, замечательную прическу. Это потрясающе. Азар, спасибо тебе большое. Огромное, что пришла к нам в гости. С наступающим Новым годом. И вам спасибо. Всех с наступающим Новым годом. Счастья, любви.